Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку, которая называется «Ночные пляски». Жил-был король-вдовы, и у него было двенадцать дочерей, одна, другая лучше. Каждую ночь уходили эти царевны, а куда неведомо. Только что не сутки изнашивали по новой паре башмаков. Не наготовится король на них обуви, и захотелось ему узнать, куда это они по ночам уходят и что делают. Вот он сделал пил, созвал со всех земель королей, королевичей, дворян и купцов и простых людей и спрашивает, не сумеет ли кто разгадать ему эту загадку. Кто разгадает, за того отдаст любимую дочь замуж, да полцарства в преданное. Никто не берется узнать, где бывает по ночам королевна. Вызвался один бедный дворянин. Ваше королевское величество, я узнаю. Ладно, узнай. После бедный дворянин одумался и говорит сам себе, что я наделал. Взялся узнать, а сам ничего не ведаю. Если теперь не узнаю, ведь король меня под караул отдаст. Вышел из дворца за город. Идет, раскрученился, пригорюнился. Попадается ему навстречу старушка и спрашивает, о чем ты, добрый молодец, призадумался? А он в ответ, как мне бабушка не призадуматься? Взялся я у короля проведать, куда его дочери по ночам уходят. Да, это дело трудное. Только узнать можно. Вот тебе шапка-невидимка. С ней чего только не высмотришь. Да помни. Как будешь спать-ложиться, королевны подадут тебе сонных капель испить. А ты повернись к стене и вылив пастель, а пить не моги. Бедный дворянин поблагодарил старуху и воротился во дворец. Время к ночи подходит. Отвели ему комнату рядом с той, в которой королевна почивает. Прилег он на постель, а сам сторожить собирается. Тут приносит одна королевна сонных капель в вине и просит выпить за ее здоровье. Не мог отказаться. Взял чаку, обратился к стене и вылил в постель. В самую полночь пришли королевну посмотреть, спит ли он. Бедный дворянин притворился, будто крепко, беспробудно спит, а сам за всяким шорохом следил. Ну, сестрицы, наша стража заснула. Пора нам на гульбище идти. Пора, пора. Вот наедились они в лучшие свои наряды. Старшая сестрица подошла к своей кровати. Отодвинула ее, и вдруг открылся ход в подземное царство, к заклятому царю. Стали они спускаться по лестнице. Бедный дворянин встал потихоньку с кровати, надел на себя шапку-невидимку и пошел за ними. Наступила нечаянно младшая королевна на платье. Она испугалась и сказала сестрам. А, сестрицы! Будто кто-то на мое платье наступил. Это примета беду нам пророчит. А, полно! Ничего не будет. Спустились с лестницы в рощу. В той роще золотые цветы растут. Бедный дворянин взял и сломал одну веточку. Вся роща зашумела. Ах, сестрица, говорит младшая королева, что-то недоброе нам сли. Слышите, как роща шумит? Не бойся, это заклятого царя музыка гремит. Приходят они во дворец. Встречает их царь с придворными. Заиграла музыка. И начали они танцевать. До тех пор танцевали, пока башмаки изорвали. Велел царь вино наливать, да гостям разносить. Бедный дворянин взял с под носа один бокал. Вино выпил, а бокал в карман сунул. Кончилось гуляние. Королевны распростились с кавалерами. Обещали себе на другую ночь прийти. Воротились домой, разделись, сели и спать. Поутру призывает король бедного дворянина. Что, укараулил ты моих дочерей? Укараулил, ваше величество. Куда же они ходят? В подземное царство, к заклятому царю. Там всю ночь танцуют. Король позвал дочерей. И начал их допрашивать. Где вы ночью были? Королевны запираются. Нигде мы не были. А у заклятого царя не были? Вот бедный дворянин на вас показывает. Улечить вас хочет. Где же ему батюшку улечить нас, когда он всю ночь мертвым сном проспал? Бедный дворянин вынул из кармана золотой цветок и бокал. Вот, говорит, и улика налицо. Что тут делали? Сознались королевны отцу. Король велел засыпать ход в подземное царство. А бедного дворянина женил на младшей дочери. И стали они все счастливы жить да поживать. Тут и сказочки гонят. А кто слушал, тот молодец.